МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный подрядчик универсиады, строительная компания «Сибиряк» заплатит неустойку в миллион рублей за незаконченную вовремя реконструкцию краевой больницы. Это решение Краевого арбитражного суда по иску управления капитального строительства края. Тяжбы чиновников и строителей, причем по разным делам, идут уже год. Компания Владимира Егорова успела отсудить десятки миллионов рублей за дополнительные работы на объектах универсиады. Но и региональный УКС тоже выигрывает, правда, более скромные суммы. За срыв сроков по сдаче нового корпуса клинической больницы управление собиралось взыскать 9 миллионов рублей, а в итоге получит только один. Лицо под шарфом не помогает. Полицейские поймали женщину, которая украла из поликлиники детскую коляску. Все произошло в Кировском районе. Посетительница поликлиники пришла на прием с ребенком. Коляску оставила в специальной комнате. Выйдя от врача, обнаружила пропажу. Благо, воришка попала в камеры видеонаблюдения. Ранее судимой Красноярке теперь грозит до пяти лет колонии. Первая мигающая шериф-балка появилась на трассе в крае. Прибор имитирует мигалки патрульного автомобиля. Его цель – привлечь внимание водителей, двигающихся по федеральной автодороге со стороны Ачинска в направлении Красноярска. Если надо, сбросить скорость. До конца года аналогичные приборы появятся на федеральных участках трасс в Уярском и Рыбинском районах Красноярского края. Склоны спорткомплекса «Сопка» вновь открыли для массовых катаний красноярцев. Его закрывали для проведения чемпионата по фристайлу. С сегодняшнего дня на трассе для параллельного слалома снова могут покататься все желающие. Ее длина – 430 метров, ширина – 60 метров. Работает бугельный подъемник. По понедельникам и вторникам трасса не работает со среды по пятницу. Время для посетителей с 18.00 до 21.00. В выходные – с 10 утра до 21.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова